Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У них розы для селфи, все это и многое другое прямо сейчас. Начали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пришла весна, солнышко светит все ярче, птички поют все громче, а коты тем временем не спят, собирают лайки. Без кота и жизнь не та. Конкурс с таким названием проходит в официальной группе нашего телеканала ВКонтакте. Продлится конкурс до 10 марта. Условия просты. Необходимо опубликовать фото своего питомца в нашей официальной группе, написать пару ласковых слов о своем питомце, ну а дальше собирать лайки и надеяться на победу. Приз, пригласительные билеты на шоу Московского театра кошек Куклачева. Все подробности ищите в социальных сетях. Ну а пока предлагаю полюбоваться на самарских котов. Наш любимый хэштег «Самара котическая». Кошки не похожи на людей. Кошки, да кошки. Люди нахер шлях и их потом. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди дедных дня. Полежать спокойно от меня. Кошки не потачат мухи. Не играют номерной шашки. Не обязаны кизать стихи. Самарский блогер Алексей Авдеевичев редко сидит дома. Гуляет, фотографирует и рассказывает что-то интересное всем своим читателям. За это мы его и любим. В своем ЖЖ блогер опубликовал пост-экскурсию интересное в Самаре. На сей раз Алексей решил посвятить праздничный выходной 23 февраля походу в самый мужской музей нашего города. Военно-исторический музей краснознаменного Приворско-Уральского военного округа, который не так давно открыл свои двери после масштабной реконструкции. Экспозиция музея затрагивает временной отрезок от русско-турецкой войны конца 19 века до чеченского конфликта. Все, что мне показалось интересным на трех этажах этого учреждения культуры, пишет блогер, покажу в сегодняшнем фоторепортаже. И поверьте, посмотреть есть на что. Свои фотографии Алексей интересно и познавательно комментирует. Так что получается, то есть чудесный репортаж-экскурсия для тех, кому лень добраться до музея лично или для тех, кто живет в других городах. Лично у меня этот репортаж вызвал только одно желание – выбраться в музей в ближайшие выходные, чего и вам советую. Это, несомненно, самарский лайк. В Самарском университете завершилась регистрация студентов и молодых специалистов по космонавтике, желающих принять участие в 13-й международной летней космической школе. Тема этого года – перспективные космические технологии и эксперименты в космосе. А девиз школы – от идеи миссии к проекту «Наноспутника». В этом году значительно расширилась география участников. Регистрацию прошли 170 человек из 29 стран. В конце февраля начался заочный этап космической школы, по итогам которого будет отобрано только 40 молодых людей, которые и примут участие в очном этапе в июне на базе Самарского университета. 13-я международная летняя космическая школа посвящена сразу двум юбилеям – 60-летию запуска первого спутника «Спутник-1» и 75-летию Самарского университета. Первая международная летняя космическая школа состоялась в 2003 году. Она проводилась при активном участии Европейского космического агентства. За прошедшие 14 лет Самарская школа приобрела мировую известность и популярность среди молодежи, интересующейся космонавтикой. Все пользователи сети ВКонтакте теперь могут вызывать себе такси или заказывать любимую еду на дом. Новые разделы появились в популярной социальной сети накануне. Для данных действий просто необходимо выбрать соответствующее приложение в разделе «Сервисы». В этом разделе можно будет найти приложение по доставке еды «Delivery Club», купить билеты в кино при помощи киноход, а также заказать такси, ведь соцсеть предлагает пользователям на выбор «Яндекс.Такси» или «Гет». Разработчики уверяют, что не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время раздел пополнится еще несколькими полезными сервисами. Социальная сеть Facebook начала тестирование кнопки «Дизлайк» через эмодзи в личных сообщениях. Это небольшой тест, который помогает выразить более точную реакцию на сообщения. Представители соцсети отметили, что подобная возможность давно используется именно во внутреннем корпоративном мессенджере. Facebook называет новую кнопку лаконичным способом ответить «нет» на сообщения. Пользователи давно просили ввести функцию «Дизлайк» в ленте новостей, но компания не поддержала этого, чтобы избежать избытка негативных эмоций среди пользователей. Инстаграм удалил более 320 ссылок на так называемые группы смерти. Работа велась в тесном сотрудничестве с Роскомнадзором. Представители компании Facebook, которая управляет Инстаграм, подтвердили готовность и дальше оперативно реагировать и противодействовать распространению подобной информации, сообщили в Роскомнадзоре. Госдума ранее начала сбор отзывов на законопроект, предусматривающий уголовное наказание для организаторов групп смерти в социальных сетях. Скажите, девушки, как сильно многие из вас хотят замуж, а? Думаю, не так сильно, как эта китайская барышня. На видео женщина в свадебном платье громко ругается и волочит по асфальту сопротивляющегося мужчину при помощи цепи, которая накинута ему на запястье. За происходящим наблюдают многочисленные прохожие. Оказывается, мужчина не явился на свадьбу. В преддверии 8 марта в Инстаграме и Вконтакте появились сервисы по аренде букетов для девушек, желающих сделать праздничные фотографии. За отдельную плату предприниматели обещают привезти пустые пакеты из дизайнерских бутиков или коробочки из-под украшений. Услуги многих сервисов схожи. Девушкам предлагается заказать гигантский букет на дом на 10-15 минут, чтобы сделать фотографии. Авторы гарантируют клиентам полную конфиденциальность. Хотите, чтобы вас поревновал парень или позавидовали подруги? Закажите букет у нас. Кошмар! Зачем, девушки? Опомнитесь, куда катится мир. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу Вконтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова